МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Светлана Гражданкина. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о некоторых темах. Хватит с нас автономии! Муравленковские учреждения культуры и образования намерены вернуть себе статус бюджетных. Жизнь под насваем. В городе обсудили проблемы злоупотребления психоактивными веществами среди несовершеннолетних. Папа, мама, я, спортивная семья. В Газпромнефть Муравленко прошли предновогодние веселые старты. Фонд жилищного строительства Ямала в 2013 году передал в собственность муниципальных образований округа почти 1700 квартир, что более чем в 13 раз превышает аналогичный показатель предыдущего года. Только в Муравленко за два последних года в собственность муниципалитета было передано 213 квартир. Как сообщается на официальном сайте правительства округа, до конца года ожидается передача еще более 50 квартир по всем муниципальным образованиям Ямала. Таким образом, планируется, что с начала деятельности фонда по передаче жилья в муниципалитеты будет передано более 1880 квартир. Добавим, благоустроенное капитальное жилье построено при участии фонда в рамках реализации стратегической задачи правительства Ямала ликвидации ветхого и аварийного жилья. В 2009 году в нашем городе начался процесс перехода бюджетных учреждений в статус автономных. Предполагалось, что новый вид управления позволит сделать работу учреждений более эффективной. Но со временем эти надежды не оправдались и начался обратный процесс перевода автономок в бюджет. В причинах и следствиях разбирался Эрнест Бавшин. В Муравленко первые автономные учреждения в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики появились лет пять назад. Сейчас в этом статусе 20 организаций, школы, детские сады, спортивные залы, учреждения дополнительного образования. Далеко не всем из них автономность пошла на пользу. В целом система автономности учреждений очень хорошая система в плане повышения роли ответственности руководителя и учреждения в целом заведения финансово-хозяйственной деятельности. Но, большое но в этом деле. 44-й федеральный закон о контрактных службах по закупкам ставит руководители в условия такие, что необходимо создавать службу контрактную в учреждении непосредственно. Создание контрактной службы в отдельно взятом учреждении – процесс довольно хлопотный. Нужно принять на работу дополнительных сотрудников или обучить ведению закупок имеющихся специалистов, создать электронную площадку и начать торги с января 2014 года. Все те проверки контрольно-счетной палаты, прокуратуры, управления финансово-экономикой администрации города, которые проходили с 2010 года по 2013 год во всех автономных учреждениях, я сейчас говорю про сферу культуры и молодежную политику, они показали несостоятельность и низкую самостоятельность руководителей автономных учреждений в плане ведения финансово-хозяйственной деятельности. Для правильного управления автономным учреждением руководителю необходимо было где-то немного подучиться, организовать внутренний контроль за ведением хозяйственной деятельности. В каких-то организациях это удалось сделать, а где-то по этим показателям, говорит Наталья Тягунова, есть огромный провал. Поэтому, когда мы встали перед вопросом, как же мы будем реализовывать 44-й федеральный закон, мы, посоветовавшись с руководителями автономных учреждений, пришли к выводу, что все-таки нам необходимо такой отдел создать в управлении культуры и молодежной политики, пригласить специалистов и обучить специалистов наших на уровне управления, соответственно, перевести автономные учреждения в статус бюджетных для того, чтобы организовать для них такую электронную площадку на нашей базе. Статус бюджетных переведут 8 учреждений культуры и молодежной политики. Что касается сферы образования, то здесь останется 3 организации в статусе автономных. Это ЦТТ, Дюц-Радуга и Межшкольный учебный комбинат. Лерн Сбавшин, Тимофей Сапильник, Новости нашего города. Проблемы злоупотребления психоактивными веществами среди несовершеннолетних обсуждали в ходе круглого стола, который прошел накануне. Участники мероприятия, врачи, педагоги, представители администрации и отдела по делам несовершеннолетних обсуждали проблему распространения и употребления психоактивных веществ и пути ее решения. На учете по делам несовершеннолетних Муравленко из-за употребления психоактивных веществ в данный момент состоит 12 подростков. Проблема в несовершенстве законодательства. Сложно привлечь к ответственности лиц, распространяющих психоактивные вещества, такие как, например, насвай, который активно внедряется в подростковую среду. Насвай не является наркотическим средством. Это, согласно федерального закона, подразновидность табачной продукции, предназначенного для сосания. Тот насвай, который изымался при проведении экспертизы, в заключении, однозначно дает нам ответ, что подконтрольных нам веществ, то есть наркотических, не обнаружено. Поэтому привлечь ребенка за потребление, даже, вернее, несовершеннолетнего, к административной ответственности за потребление наркотического средства. У нас нет таких правовых полномочий. Ни у нас, ни у сотрудников полиции. К беде чаще всего приводит безразличие самых близких для ребенка людей, родителей. Участники круглого стола констатируют, зачастую подростки, употребляющие психоактивные вещества, из вполне благополучных семей. Следуя рекомендациям педагогов, если решение вынесено комиссией по делам несовершеннолетних, приглашение на консультацию дают медицинские работники, соответственно, как бы не приходят, не являются, отказываются, не лечатся. И такое бездействие родителей, конечно, устараживает. И в первую очередь, я считаю, даже из своей какого-то погранительской деятельности, вот, исходя, все-таки лежит ответственность, в первую очередь, на родителей. В данной ситуации имеет большое значение профилактическая и просветительская работа среди подростков. В ходе круглого стола предлагались различные методы решения проблемы. Большую роль в том числе может сыграть волонтерское движение. Также участники мероприятия приняли решение в начале следующего года провести серию родительских собраний в школах города. На которых перед родителями выступят сотрудники различных структур. Эрна Сбавшин, Татьяна Сорокина, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Через пять дней наступит Новый год. Праздничные каникулы продлятся до 8 января. Время более чем достаточно, чтобы отдохнуть и с новыми силами выйти на работу 9 января. Главное не растерять эти силы и здоровье во время праздничных застолий. На эту тему наше актуальное интервью с врачом-терапевтом Еленой Фатаховой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин